Возможно, вы не почувствуете вялость, потому что едите малыми порциями. Но вы не можете остановить процесс пищеварения. Если вы хотите использовать свой полный потенциал, ваш желудок должен освободиться в течение полутора-двух с половиной часов. Когда в желудке есть пища, выделительная система практически отключается. Засорение толстой кишки означает, что вы напрашиваетесь на неприятности. Если вы знаете человеческий организм изнутри, попробуйте сами. Обратите внимание на то, как тело чувствует себя, когда в желудке есть пища, и как оно себя чувствует, когда желудок пуст. Вы поймете, что тело и мозг лучше всего работают на пустой желудок. Если ваша система постоянно что-то переваривает, на это естественным образом расходуется энергия. Поэтому ваше тело и мозг не могут функционировать наилучшим образом. Возможно, вы не чувствуете вялость, потому что едите малыми порциями. Но вы не можете остановить процесс пищеварения. Если посмотреть, как происходит пищеварение у любого животного, то после еды они ложатся. Они ложатся, потому что им не хватает энергии на что-то еще. И плотоядные, и травоядные животные после еды ложатся. И для людей есть такая же естественная потребность. После еды люди хотят прилечь или присесть, потому что на другой активность не хватает энергии. Вы думаете, что если принимать пищу понемногу в течение дня, вы можете весь день оставаться активными? Вы можете, но не в полной мере. Если вы хотите использовать свой полный потенциал, вы должны поддерживать обмен веществ таким образом, чтобы после любой еды... любой еды... Желудок опустил в течение полутора-двух с половиной часов. Йога всегда настаивает на этом. В течение полутора-двух с половиной часов ваш желудок должен стать пустым. Пустой желудок не означает голод. Вы ощущаете голод только когда уровень энергии падает. В противном случае желудок просто пуст. Только когда желудок освобождается, то, что вы съели, перемещается в отделы кишечника. Там происходит совсем другой процесс. Это не переваривание, это всасывание. Для этого не требуется много энергии. Но во время пищеварения, когда пища находится в желудке, лучше всего сохранять активность на низком уровне. Если в течение дня у вас в желудке постоянно что-то есть, вы снижаете весь свой жизненный потенциал. Еще один аспект. Когда в желудке есть пища, когда происходит процесс пищеварения, выделительная система практически отключается. Отключается на 80%. Когда я говорю «выделительная система», я имею в виду очищение на клеточном уровне. Процесс очищения организма снижается по крайней мере на 80%. Или, другими словами, все отходы, которые должны были покинуть систему, остаются в ней, что со временем приводит к различным проблемам в организме. Если вы едите в разное время, даже выделительная система кишечника не будет работать эффективно, потому что отходы поступают в толстую кишку не в определенное время, а всегда в разное время. Тогда у вас возникнут проблемы и в этой зоне. В течение дня толстая кишка не будет очищаться. Засорение толстой кишки означает, что вы напрашиваетесь на неприятности. Кишечник всегда должен быть чистым. В йоге этому уделяется огромное внимание. В любом виде традиционной медицины, если вы придете к ировидическому врачу или Сиддавайде первым делом, он проведет очищение организма. Ему известно, что большинство заболеваний возникают из-за засорения толстой кишки. При том, как люди питаются сегодня, поддерживать толстую кишку чистой — целая проблема. Предположим, вы съедаете один большой обед, как мы обычно делаем. И либо мы больше ничего не едим, либо можем съесть фрукт, если мы очень активны. Тогда толстая кишка всегда будет оставаться чистой. Люди должны попробовать это. Им нужно очистить свой организм и понаблюдать за ощущениями. Внезапно к вам придет ощущение приятной легкости. Вот как вы должны чувствовать себя каждый день.